Друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим самый работающий индикатор в трейдинге. Скажу сразу, что я перепробовал огромное количество индикаторов. И большая часть, конечно, являются просто индикаторами, которые, как правило, реагируют после уже изменения цены. Но сегодня я хочу затронуть тему именно индикатора того, который говорит, что вероятно будет в будущем с ценой. Также хочу сказать, важно, что какого-то заветного золотого ключика не существует. В том числе и про данный индикатор. Потому как если бы был какой-то 100% работающий индикатор или какой-то параметр, все бы им пользовались и все бы зарабатывали. Но такой априори быть не может. Я пользуюсь данным индикатором при своей стратегии. Это один из 8 параметров, на которые я делаю внимание и смотрю, как он ведет себя. Я хочу рассказать об индикаторе Боллинджера. У данного индикатора есть как большая армия поклонников, так и большая армия недоброжелателей к данному индикатору. В двух словах, индикатор Боллинджера, есть такой ученый Боллинджер, вот, соответственно, он и придумал данный индикатор. В двух словах, смысл теории данного индикатора в следующем. Дальше мы приступим к практике, я покажу, как им пользуются и как им пользуюсь я. Данный индикатор, он рассчитывает обычное, стандартное, двойное отклонение от нормы. То есть, это расчет отклонений. Приведу простой пример. Вот есть большое количество людей, ну, со средним ростом, ну, вот в мире, да, 100, давайте средний рост возьмем, 170 сантиметров. А, ну, 180, давайте вот, 180 сантиметров, это средний рост. С этим ростом будет большое количество людей, то есть, это норма какая-то, именно в росте. Но также у нас есть небольшие отклонения, это люди с ростом 160 сантиметров, да, немножечко ниже, и люди с ростом, например, 2 метра, немножечко выше. Это ни в какой личный адрес не идет, это просто рассказывается пример, что вот существует в мире, чтобы вы поняли, как это устроен данный индикатор. Так вот, большее же количество людей со 180 сантиметров, чем 160 или 200, да. И вот это вот отклонение от 180 сантиметров в сторону или 200 сантиметров роста, или 160 сантиметров, есть некие отклонения по росту. Вот в данном индикаторе как раз-таки заложено отклонение, ввиду того, что есть у нас среднее, в данном индикаторе берется за основу 20-дневное скользящее, это то, как за 20 дней себя вела цена, и это ее средняя линия скользящая. И от этой скользящей, зато еще раз повторю, обычное двойное отклонение, то есть двойное вверх и двойное вниз. И при данной теории, Боллинджер получил известность благодаря тому, что цена, ну или вообще что-то в мире, не обязательно цена, тот же самый рост, двигается на двойное отклонение с 99% вероятности. Давайте лучше покажу на графике, как вообще в принципе это происходит. Вот если мы возьмем график акции Тесла за 7 сентября, мы видим, что у нас акция колебается, да, вот отключим этот индикатор. Вот, чтобы его добавить в TradingView, вот, нужно добавить полосы Боллинджера. Так вот, мы видим, что цена вот как-то колебается, да, у какой-то нормы стоит, консолидируется. И мы видим, что здесь сейчас от этой нормы пошло отклонение. Мы видим, что оранжевая линия это и есть средняя скользящая, 20-я, средняя. То есть, допустим, в этой точке, почему желтая линия здесь, оранжевая, да, так сказать, потому что берется за пример, точнее, за расчет 20 свечей. И вот за эти 20 свечей, где есть средняя цена, вот там это средняя и скользяшка. То есть, это средняя линия за 20 дней, за 20 свечей, неважно на каком интервале, в данный момент мы, 5-минутном интервале, за 20 свечей средняя. Так вот, индикатор следующий. Вот полосы Боллинджера, это вот эти синие полосы. Видите, мы их отключаем, включаем. Вот эти синие полосы расширяются. Когда они расширяются, это точка на вход. Вот я здесь специально начертил желтую полоску. Вот это точка на вход. Когда эти полосы сужаются, это точка на выход. Вот и все. Вот простой, банальный индикатор. Так он устроен. Смотрите, вот здесь полосы начали расширяться. Именно на 5-минутном. Для моей стратегии больше подходит на 5-минутном интервале, таймфрейме. Вот мы смотрим, консолидирует цена. И вот, как правило, цена ходит от одной линии Боллинджера до середины. Потом, если середину не пробивает, идет опять к середине. Если середину пробивает, идет к противоположной линии Боллинджера. Так ходит инструмент. То есть, где-то вокруг уровня нормы. Но если получается какой-то сильный импульс, происходит отклонение. То Боллинджер нам об этом сигнализирует и подсказывает это тем, что раскрывает вот эти вот синие полосы. То есть, идет расширение полос. Это сигнал на покупку. Когда... То есть, данный индикатор нам подсказывает в будущем, когда входить в цену. Далее. Когда же выходить из цены? Первое. Когда противоположная сторона. Это первая точка входа. Она же ранняя точка входа. Когда противоположная сторона от той цены. Ну, то есть, от графика в ту сторону, куда пошла цена. Да. Можем так же и в шорт. То есть, если вниз. То есть, противоположная. На противоположной линии Боллинджера становится закругление. Она становится... Видите, она расширялась и пошла она становиться горизонтальной. Вот именно в этой точке это первая точка выхода. То есть, если мы смотрим, это вот пик. То есть, 275-280 долларов. 5 долларов для Теслы это порядка... Ну, вот плюс 2 процента. Плюс 2 процента с 16.30 до 16.55 за 25 минут. Вторая точка выхода. Когда верхняя линия Боллинджера тоже начинает закругляться. Это все уже вторая точка выхода. Все окончательно. Импульс гайзется. Конечно, может пройти какой-то новый начаться. Но касаемо данного импульса. Это уже все. Вторая точка выхода. И видите, вторая точка выхода. Где-то вот здесь, да. Она ниже, чем первая точка выхода. Не всегда так. И иногда, конечно, лучше выйти по первой точке выхода. То есть, здесь. Нежели по второй мы выходим ниже. Но по-разному. Бывает, что цена идет и где-то вторая закрывается здесь. Но, как правило, лучше выходить на первой точке. Я буду приводить в пример мою любимую поговорку. Лучше синица в рукаве, чем журавль в жопе. Поэтому лучше забрать прибыль, чем, ну, как бы, а вдруг пойдет, а вдруг там что-то случится и так далее. Это мы рассмотрели. То есть, еще раз повторюсь. Есть какая-то цена. Она входит как-то в канале. И затем происходит импульс. Да, и цена начинает на графике расти. То линии Боллинджера как-то вот так шли. И когда цена начала взлетать, то линии Боллинджера начали раскрываться. Вот при раскрытии, вот здесь вот, и есть точка входа. Когда вот эта линия начнет становиться горизонтальной, вот здесь даже, да, вот здесь, то вот это точка выхода. Вот здесь выход. То есть, мы забираем вот это вот импульсное движение. Вот так, в двух словах. Я использую, в основном мне нравится, это пятиминутный интервал. Вот, допустим, на Тесле. Пятнадцатиминутный интервал подсказывает, куда, вероятно, на пятиминутном интервале может пойти цена. Объясню. Еще раз. Цена двигается от одной границы. Цена двигается от одной границы Боллинджера, полосы, до середины. Если ее пробивает, идет до другой границы. Затем приходит опять к середине. Если середину не пробивает, идет к этой полосе Боллинджера, к верхней. Если пробивает середину, идет к нижней полосе. И если сильный импульс, начинается расширение. Вот тут и точка входа. На пятнадцатиминутном интервале, давайте также откроем, седьмое сентября. Это там, где я на пятиминутном по Тесле рассказывал. И покажу, что подсказывает нам пятнадцатиминутный таймфрейм. Вот я здесь чертил. Но здесь пятнадцатиминутный тоже пошел на расширение. Это один из вариантов. Но бывает, знаете как, допустим, пятиминутный начинает интервал расширяться. При этом, вот допустим, вот здесь происходит разворот, долго консолидируясь. И вот здесь пятиминутный, вот здесь, вот здесь, начинает расширяться. И можно вставать в шорт. Как правило, пойдет цена до середины на пятнадцатиминутном Боллинджере. Это тоже как бы акцент на то, на что нужно смотреть, куда цена стремится, к какой отметке. То есть мы видим, что она к середине пришла, середину не смогла пробить и вот отбилась. Поэтому вот здесь пятиминутка начала там расширяться, например. Да, если мы на коротком интервале, вот здесь Боллинджер начал расширяться. Мы вот тут заходим на пятиминутном и вот смотрим, что до середины, по крайней мере, мы с вероятностью больше можем дойти. То же самое может происходить и цена, если находится, допустим, на середине пятиминутного. Сейчас покажу ситуацию тоже. Допустим, вот если вот здесь, вот видите, вот здесь однозначно пятиминутка открывалась. Просто я сейчас, если открою пятиминутку, обратно листать нужно будет. Вот, здесь долго консолидирует цена, то есть цена подуспокоилась, волатильность спала, да, в 9 часов 15 сентября. И вот в 10 часов пошел вот здесь пятиминутка открываться импульс. Мы понимаем, что мы середину на пятнадцатиминутном пробили, но мы за основу берем пятиминутный. Это просто я пятнадцатиминутный разбираю то, на что смотреть, куда может вероятно цена прийти. Мы понимаем, что до пятнадцати минут до противоположной, от середины до противоположной, цена может дойти. И вот здесь Bollinger раскрывается пятиминутный. Пятиминутный. Мы встаем, понимаем, что можем примерно где-то до пятнадцати минутный дойти. То есть мы забираем вот это движение 305, 302, 3, точнее 2,5 там, да, доллара, да. Ну да, примерно там 2,5-3 доллара. В общем, один процент свой забираем. Это вот так. Дополнительно, если мы посмотрим на пятиминутный, теперь разберем просто Теслу, Теслу, либо другую вообще акцию. Просто мне вот, ну, Тесле нравится торговать. Чуть подальше отмотаем. Вот, смотрим, когда надо заходить, точнее лучше всего зайти, а когда лучше всего не заходить. Вот, допустим, да, 26 сентября. Мы видим, что вот это премаркет с двух часов до 16.35, внизу время пишется. Видим, что цена что-то как-то консолидируется, то есть копит или там особо куда-то не ходит, в боковике идет. И мы видим, что на открытии начинается пробитие. Пробитие, вот эта желтая линия пропала, да, вот фоновая, желтая, и становится белая. То есть открылась основная сессия. Мы видим, что поперла цена вверх, и линии Боллинджера начали раскрываться. Вот это сигнал на вход. Когда выходить, когда начинает вот здесь горизонтальная немножечко становиться, видите, все горизонтальная, то есть все импульс стихает. То есть на вот этой точке выходить. Видите, в данном примере цена чуть прокатилась, и по идее можно было выйти здесь, как вторая точка, да, вот, выйти до горизонтальной. Ну, что здесь, что здесь, в принципе, лучше синиться в рукаве, чем журавль в жопе. Далее, вот, допустим, смотрим мы здесь. Видим, что на премаркете цена очень сильно скакнула, и пятиминутные, видите, как-то даже до линии не дошло. Поэтому на открытии сессии, или вообще здесь открывать нежелательно, да и вообще не нужно, это не импульс. Самый сильный сигнал будет, когда цена консолидируется, то есть копит в боковике каком-то. Видите, копит, особенно у нижней линии стоит. То есть нету какого-то там вот цена, вот как не нужно заходить. Сходила до верхней, сходила до нижней, что-то там пробила, потом выбила, будет слабый импульс. Он погасился за счет вот этих всех движений. А когда лучше заходить более сильный импульс? Видите, цена, вот она здесь идет, идет, идет. У нижней до середины, особенно середину не пробивает. Может, конечно, чуть-чуть вот так стрельнуть. Это может на начале торгов, типа выбить стопы и дальше пойти. Либо вот здесь есть гэп небольшой, до 287 даже может вот так вот стрельнуть, закрыть гэп, а потом вот пойти, подтвердить и пойти ниже. Так вот, в данном примере мы видим, что цена копит, копит, копит и потом пошел импульс. Главное, что пробивает предыдущее дно. Очень важно сводить на графике. То есть мы видим, какая-то фигура или уровень, вот этот являлась уровнем поддержки. Мы видим, что этот уровень пробивает, вот хорошая точка на вход и уровень пробивает, и Боллинжер раскрывается. Мы сидим как минимум до первого горизонтала. Вот тут. Соответственно, мы забираем вот это вот движение. Оно получается у нас 3,68% на Тесле с 16,35% до 17,10%. Вот на что смотреть, на что не смотреть. Это акции Тесла. Если мы разберем, допустим, акции другой любой компании. Ну, например, Nvidia примерно. Похожее будет все. Ну, у нее свои там сигналы, индикаторы. Вот. Это один из параметров, на которые я смотрю в моей стратегии. Ну вот, видим. Идеально было, да. Где-то что-то копило, копило, копило. Пошел выстрел, пошли Боллинжеры. Вот сидим до первой точки, когда начинают. Здесь вышли. Бамс. Забираем. Плюс 3,6%. Классный индикатор, который работает. Видите, еще цена копила. Не сильно разбрасывала. И потихонечку, потихонечку пошла наверх. Вот оно импульс. Если бы цена, еще раз повторюсь. Вот так как-то ходила, непонятно. Пикнула тут или пикнула тут. Все, импульс уже будет не такой сильный. Я надеюсь, что данное видео было полезным. Обязательно ставим лайк. Пишем комментарий, какую еще инструкцию или полезный материал мне записать, чтобы вы хотели знать, в чем разбираться, касаемо инвестиций или трейдинга. Если будет большой запрос, я обязательно это сделаю. И да, повторюсь, ставьте большее количество лайков, дабы большее количество людей смогло получить данную пользу. Всем спасибо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok